здравствуйте дорогие друзья итак мы с вами рядом с получением торы мы с вами читаем главу самую большую носо очень необычная неделя вообще давайте вернемся к торе вот тем пяти книгам которые мы знаем книга брешит если кто знает это примерно события 2200 год от сотворения мира книга рассказывала нам о том что происходило в египте и так далее до 2411 года от сотворения мира то есть 210 лет в египте прошли евреи и еще один год построения храма вот история это книга вайкра рассказывает около месяца событий рассказывает книга бамид бар она сама говорит когда это говорит как начинается бамид бар первый день второго месяца второй год исхода из страны египетской то есть событие которое рассказывает книга бамид бар это примерно 40 лет книгу дворим маша начал говорить на сороковом году стран с евреев пустыни за 36 дней до своего ухода из этого мира и говорил она с первого числа месяца до по-моему до до седьмого адара вот это то что касается шести книга то есть раздела может быть вы не знали теперь глава насос 176 предложения опять может вы не знали 119 псалом тоже 176 предложений самый крупный трактат бабок батра 176 листов все это разве случайно что представляет число 176 сквирский рыбе говорил что число 70 176 предназначено нейтрализовать это все значение клепы нечистой силы самой сильной клепы которая называется цфо это самая ну как бы передовой отряд нечистой силы слово цфо мы можем найти в книге брешит где перечисляются вожди семейства которые взяты или фазы которые взяты в плен и написано одного из них зовут цфо книгах кабалы говорится что это самое вообще тяжелое числовое значение вот самая клепа и чтобы не реализовать эту нечисть необходимо задействовать 176 пэриков вот это нашей недельной главы 176 пэриков 119 тигилим и и трактата 176 трактата баба батра написано когда йосиф вообще поехал ха если мы помню хоронить с братьями вот своего отца якова то с ним отправились военные колесницы всадники для чего вроде бы там ромбан говорил что он знал йосиф что или фаз что и сав не позволит ему вместе со своими там родственниками похоронить в пещере махпелла якова и поэтому взял с собой войска произошло столкновение написано значит и главный со стороны лифаза был цфо вот этот сын лифаза или внук лифаза да и произошло столкновение и вот он был взят в плен вот такая вот история отвлекающая нас от всего а почему так вообще что мы с этой торой вот чего мы с ней носимся написано тора это воздух вода витамины для всех это все для его души без нее мы мертвы вот ходит человек рядом с тобой вот он не видел никогда тору не знает тору не учит он кажется он живой на самом деле город духовный мир он уже умер творец любит людей поэтому он сделал следующее без воздуха человек не может прошить что минутки поэтому бог дал ему бог бесплатно и повсеместно без воды можно прожить несколько дней да она имеется во многих местах стоит недорого но несколько сложнее чем вода без еды можно прожить там я знаю там неделю поэтому надо больше трудиться и так далее без квартиры можно жить вообще долго и поэтому квартира стоит очень дорого без золота там можно прожить всю жизнь и поэтому она самая такая тора это воздух жизни для человека поэтому она бесплатно предоставляется каждому желающему познакомиться с ней и кто хочет ее учить это не делает ее малоценной наоборот она является самой дорогой это залог жизни существования и поэтому что сказал давид в сто девятнадцатом вот этом же тегилим она дороже золото и серебра и все это мы получили это бесплатно еще один вопрос вот как бы сказать связи с какая связь вот это тор и заповеди с душой человека с мы знаем из реинкарнации чем причина что душа приходит в этот мир еще и еще раз каждый раз когда мы не выполнены какой-то заповеди у нас есть нет не больше у нас нет полноты мы знаете как одежда кусками такими поэтому человек старается прийти сюда чтобы дополнить свой образ чтобы стать абсолютно нормальным а как узнать это какая цель командировки в этот мир написано нельзя человеку приходится исполнять все заповеди для того чтобы выполнить свою и намек все же какой то есть необходимо проанализировать какие заповеди человеку даются очень тяжело и и вот как бы много препятствует значит злое начало не дает ему сделать именно то что надо вот это вот в этом надо присмотреться кроме этого надо посмотреть какие еще отрицательные черты характера которые тяжело испорявляются например чек оттянет грубости или там ли жадности вот это вот и есть наша главная задача в мире вот так вот примерно вот хорошего получения торы хорошие головы и браха вы от слаха вот и 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 вот